В Южно-Казахстанском областном русском драматическом театре проходит отчетный концерт театральной студии «Балаганчик». Юных актеров впервые выпустили на большую сцену перед многочисленной публикой. Посмотрим, что они выучили за год. На сцене русского драм-театра оживают истории из рассказов знаменитого классика мировой литературы Антона Павловича Чехова. Выпускники «Балаганчика» сегодня показывают то, чему они научились за год учебы в стенах театра. Почти год они обучались сценическим движением, оттачивали навыки речи и, конечно, изучали актерское мастерство. «Так ведь этот трамп-подлец! Это такой негодяй, такой бессовестный человек, без всяких принципов! Урод, нравственный!» «Слышала, был граф-управляющий! Нажился, теперь служит на железной дороге и ворует! Сестру ограбит!» «Хоп! И негодяй обидел! Нет, из-за такого человека выходить замуж? Жить с ним? Да я удивляюсь! Вроде такая нравственная девушка!» Эту вздорную особу на сцене играет Аида Манабаева. Девушка наряду с другими студийцами целый год училась в театральной студии и сегодня зрители наблюдают ее успехи. В отчетном спектакле Аиде досталась роль содержантки, которая всячески порицает жизнь за счет других, но сама этого не чурается. «Было очень волнительно, если честно. Но думаю, что энергия зрителей, она все-таки передается нам. И очень приятно, когда они хлопают, радуются. Мы как эмпаты это чувствуем, все. Очень приятно, конечно. Я бы очень хотела продолжать. Хотелось бы в казахстанском телевидении и в целом в киноматографии, или как это сказать, видеть новые лица, а то везде одни и те же лица, в принципе, продвигают их. Хотелось бы, чтобы новых актеров воспринимали всерьез, как бы искали новые таланты, да. Ну, как бы я талант, да. Шучу. Да, возьмите меня, пожалуйста. Именно здесь, на отчетном спектакле студии «Балаганчик» родители поверили в то, что их дети на самом деле талантливые начинающие артисты. А ведь до этого многие и не думали, что их чадо может играть на большой сцене. Честно говоря, я вообще надежды на артистку на нее не подавала большие. И была расстроена, потому что, я так думаю, это дело особо не кормит, потому что мы финансисты. Но я смотрю, оказывается, талант есть, да. Думаю, ладно, отпущу в это плавание, в эту стезю. И от всех ребят в восторге. Честно говоря, я рассказы Чехова, так, конечно, мы в школе, может быть, что-то проходили. Но вот в такой живой обстановке, которую они сделали, я первый раз, конечно, вот вижу. И очень мы, да, мы смеялись от души. Да, ребята? Чеховские образы, воплощенные молодыми актерами, зрителям понравились. Но больше всего их впечатлила вторая часть отчетного спектакля – музыкальные пародии на известных исполнителей, таких как Шакира, Селин Дион и Селена Гомес. Самым ярким исполнением назвали выступление Айгеримки Мирбековой. Девушка вживую исполнила арию инопланетянки Плавала Гуаны из фильма «Пятый элемент». Великолепному исполнению зрители рукоплескали. В каждом выпуске ребята по-своему сильные, они неоднозначны. Где-то чуть-чуть сильнее, где-то, ну не сказать, чтобы слабее, не скажу, что слабые ребята, ну немножко еще не дотянулись с опытом, потому что опыт – это такое дело, что всю жизнь надо этому учиться. Прогресс есть, конечно, это однозначно. Просто, опять же, у кого-то больше, у кого-то поменьше прогресс. Но от того, кем они станут в будущем, пойдут ли по этой стезе, по актерской, театральной, это уже от них зависит. Ну, есть задатки, не буду пока говорить, кто. Такая затравочка. Есть ребята очень интересные, скажу. Театральная студия «Балаганчик» обучает молодежь актерскому мастерству вот уже 17 лет. Набор для тех, кто мечтает выступать на большой сцене, научиться выступать перед публикой и просто стать более артистичным и раскованным начинается с августа месяца. Вступительные экзамены пройдут в последние воскресенья сентября, где нужно будет рассказать наизусть басню, стихотворение и отрывок эскрозы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!